Доброе утро! Сегодня 18 января 2019 года. У меня там не снег. Вот я сейчас понимаю, почему вы говорите, что снег. Это не снег, это травка пожухлая, просто в окно вот так отсвечивает. У нас снежок был один единственный раз на полдня. Температура за бортом 5 градусов в плюсе и нагреется. А я хочу рассказать о вчерашнем своем походе на концерт. У нас бывает достаточно часто, что накладываются мероприятия. Несмотря на то, что вот будний день, четверг, у меня вчера был выбор между двумя мероприятиями. Куда же сходить? Выступал русскоговорящий писатель. Он бы рассказывал и о своем становлении здесь и вспоминал бы свою жизнь в Москве. А второе мероприятие – это концерт у нас здесь в нашем поселке. Все школьники 9-й и 10-й класс выступали. Я выбрала их. Я выбрала их. Думаю, схожу на концерт. И одна из причин еще не то, что меня не удивишь никакими рассказами про жизнь в России, а то, что я люблю живую музыку, очень люблю, и то, что это близенько. Я стала за собой замечать, что я илюнюсь иногда куда-то пойти. То есть нужно заставлять уже раньше хоть куда лишь бы тащиться, а сейчас уже, может быть, и не пойти. Может быть, я вот лучше этим займусь. То есть я подняла свою попу и понесла я ее на концерт. Прихожу, встречаюсь со своими друзьями там. Тут народу мало, там народу в зале мало. Они говорят, ну это же будут только ударники одни. Я говорю, как же ты мой? Какие тебе, Галя, ударники? Уже сидела бы дома. Вот чувствовала же интуитивно, что не хочешь никуда. Ну и сидела бы дома. Но, оказывается, интуиция меня подводила. Это, скорее всего, никакая не интуиция. Это, скорее всего, уже просто лень старческая, которую подпускать точно нельзя. Во-первых, на сцене были невиданные для меня зверушки. Я никогда не видела таких инструментов. И по окончании концерта я спросила у своих приятелей, как они называются. Там было два типа. Один я запомнила. Называется Вайбрафон. А второй я подпишу вот здесь, потому как я ее прямо записала на телефончик. Я хочу, чтобы вы нашли концерты в исполнении вот так называемых ударных. На сцене стояли на колесиках. Столы, можно сказать, которым припаяны трубочки разного цвета. Это, видимо, металл разный и разной длины. И они такими мягкими палочками с шариками на конце по ним ударяют. Боже, какая это просто такая музыка. Я, наверное, две первые мелодии прослушала. Решила, что мне хочется эту слушать еще. Найду я, не найду, не знаю. Пусть она у меня будет на телефоне, эта музыка. И я ее записала. И я вам ее поставлю. Может быть, не весь концерт, но пару-тройку эпизодов поставлю, чтобы у вас было общее впечатление, что это такое. И, может, вам захочется послушать именно вот в исполнении такого ансамбля что-то где-то. Потому что музыка просто хрустальная. Мне сразу вспомнился момент, когда Женя меня первый раз привез на Щелкунчика здесь у нас. И вот у Чайковского есть такие моменты, где вот закрой глаза, и кажется, что это люстры хрустальные вот так вот перезванивают своими весюлечками. И получается вот такая расчудеснейшая музыка. Вот здесь вот точно так же хрусталь звучит. Боже, как это красиво! Причем у них не было ничего, кроме на самом деле ударных. Вот эти вот трубки. Потому что ударяли по ним палочкам. Они, видимо, ударными называются. Были тарелки и были барабаны. И все. А, ну еще треугольничек вот этот. Боже, какая красота! Я была так счастлива, что я это сделала. И сейчас я вам эту музыку включу. Программка у меня тоже с собой есть. Я ее сфотографирую. И наслаждайтесь, наслаждайтесь. И, может быть, вам захочется еще такие концерты послушать. Это просто мечта. Я точно поищу. И если что-то найду, то я в инфобокс и ссылочки дам. А вы тоже в комментариях пишите ссылки, где что-то такое замечательное найдете. Вот так я великолепно провела четверг вечера. Хотя хотела просто посидеть перед компьютером, как всегда, ноги на столе. Надо выходить, надо выходить. Вы каждый раз что-то новое узнаете. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо, мои дорогие! С вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго! Пока-пока! Субтитры Алексею Дубровскому!